Это уже третий круглый стол, где делятся взглядами. На этот раз тема – общественно-политическая жизнь региона. И несмотря на жару за окном, высказать мнение собралось немало участников. Проанализировать вход предстоящих выборов губернатора взялся Геннадий Шейда. Напомним, избирательная кампания стартовала 12 июня. Возможностей для конкуренции, говорит, в крае все меньше. Лидеры многих региональных отделений партии отказались от участия в губернаторских выборах. У меня есть опасения, что произойдет ухудшение качества политического дизайна региона даже хуже по сравнению с 2014 годом. Где на выборы губернатора все-таки, на мой взгляд, был более высокий уровень конкуренции. Спорно и не совсем корректно считает Виталий Снесарь. Ведь наряду с выдвинутым президентом на пост главы региона Виктором Томенко есть и другие кандидаты. Тем самым мы что, говорим о том, что Щукин был конкурентнее в 2014 году, чем нынче Семенов? Ну, вообще это очень дискуссивный вопрос. О футболе, да? Что там самое красивое? Результат на табло. Вот мы посмотрим, мы что не знаем. В регионе сейчас складывается уникальная возможность сформировать новую политику, считает общественник Константин Емешин. По его мнению, прежняя власть была закрытой от общества. Подтверждение примеры. Сформированный пул СМИ, который зависит от бюджета, и невозможность получить информацию без запроса или аккредитации, чего, к слову, и быть не должно в исполнительной власти, уверяет Емешин. Работникам бюджетных учреждений запрещено давать какую-то информацию и комментарий. Вот пишите запрос, вот Дмитрий Викторович знает, пишите запрос в пресс-службу, пресс-служба вам даст чего-то ответ. Ну почему, если умер какой-то больной, и почему нельзя главного специалиста спросить, прокомментировать эту ситуацию, а он уже боится? Чиновники должны напрямую общаться с прессой, считают общественники. Представители власти не отрицают, возможно, и есть смысл пересмотреть структуру. Не везде нужны пресс-секретари, а многие сайты органов власти далеко не оперативны и не всегда удобны для пользователя. Сделать какую-то ревизию и посмотреть те сайты, те органы власти, которые недостаточно оперативны, но может как-то их там простимулируют. И, например, лекарственная линия у нас на крае здравия, она фактически, по-моему, не работает. Про сайты это вообще больно, честно говоря. Вот вы мне так на мазу наступили. Сами того не подозреваем. Это моя незаживающая радость. А еще участники «Круглого стола» говорили о том, как снизить уровень бедности, отток населения из региона и повысить активность жителей края. Во всех общественных средах сегодня очень четко формируется запрос на обновление. Прямой и открытый диалог с людьми, с населением – это то, что действительно сегодня необходимо делать. Такие коммуникативные площадки нужны, сошлись участники «Круглого стола». И диалог нужно расширять. Особенно важно услышать голос представителей не только городов, но и районов Алтайского края. Евгения Даровская, Алексей Фрезин. Наши новости.